Всем привет, дорогие друзья, с вами Такс и Семченко, и сегодня я открываю кейсы в CSGO. Да не просто открываю, а сегодня у меня полная коллекция Браво, да-да-да. Хей, здорово, народ всем. В общем, ребятки, я сегодня крафчу Огненный Змей. Ты, Кирюх, ты представляешь, я купил всего лишь П-93 штуки Изумрудный Дракон и 5 штучек кейсов Браво. И это вышло 11 тысяч рублей, ребята. Вот всё, что вы видите, от 11 косарей. И это того стоит, ребятки. Ну чё, Кирюх, давай с кейсов начнём. То есть, короче, да, давай с кейсов, потому что вдруг мы с кейса выбьем Калаша Гнезмей. А вдруг, а вдруг, ну, о, он пролетел, сука. О, из кейса, давай. Бля, да ладно. О, чё там было. Давай с этого, из кейса, короче, из контракта Калаша Гнезмей выбьем. Так вот, вот, я это и хочу сделать, ребята. Вот смотри, с кейса шанс намного меньше, чем с контракта. Ну, мне повезёт, я уверен в этом. Мне гейб приснился, он сказал, выбей. 15% у тебя с контракта. 15%, да какая разница, с кейсов-то меньше. Ну, блин, в первом же сундуке уже пролетело, и это был знак, ребятки. Кейсов не так много, потому что они реально дорогущие, ребята. За это можно лайкусик поставить. Мы смотрим, как крутится очень много крутых скинов. И это уже намёк от гейба, что пора крафтить Огненный Змей. И, ребятушки, вы поставите, надеюсь, лайк уже прямо сейчас. Кто не видел Крафт Драгон Лора... Ты прям так быстро открываешь кейсы, я реально не понимаю. Ты понимаешь, что один кейс вот так вот открыть, это 800 рублей, блин. Ну, блин, слушай, чем быстрее ты открываешь, тем ты быстрее увидишь, как тебе повезло. Сейчас я пока не увидел, зато мы сейчас увидим, как мне повезёт, поэтому я нажимаю использовать. О, да, ты решил контракт и так разбавить, да? Да, да, да. Самое главное у нас сегодня контракт. Я думаю, что эти 15% затащат, и мне повезёт. Так, давайте. Давай, давай. Так, это мне не нужно сюда закидывать, мне нужно вот это закидывать. Я закину вот это, я закину вот это, и закину вот так. В общем, П-90, Изумрудный Дракон, это два косаря, ребята, из него можно скраптить. АК-47, Огненный Змей. И давайте приступим, я, как всегда, замазывают это вот замечательное окошко. У тебя, кстати, знаешь, что ещё может выпасть? АВП удар молнии, у тебя же там... Да, гипнотический, я всегда закидываю гипнотический, потому что удар молнии это 4 косаря, хоть какие-то деньги ты себе вернёшь. В любом случае. Хоть что-то, да? Ну, я плюс поиграю сейчас на качестве. Но мы с Томпой на коллаж, кстати. Да, прямо с завода ещё особенно. Тебе в последнее время что-то вообще жёстко. Да, и поэтому прямо сейчас должны тоже поместить. Глок, градиент, АВП, Драгон, лок. Слушай, ты по всем дорогим скидам уже прошёл. Я не прошёлся ещё по Огненному Змею, ребятки, поэтому лайкусик ваш сейчас увеличивает мне шанс. Я думаю, что вы наставили лайков, потому что удача должна сегодня быть на моей стороне. Я даже нажал уже отправить контракт, вот так вот. Блин, Лёха, вообще такой быстрый, скоростной, давай, короче. Быстрый, дерзкий, какой, резкий, и АК-47 Огненный Змей, смотрите, лицезритель, смотрите, просто вот. Блядь, источник. Блин, это близко было. Сука. Серьёзно? Из этой же коллекции. Из этой же коллекции, ты зарпыгал золотой карп. Ну, он не очень дорогой, но... Блядь, вот зачем мы туда засунули, он не очень, сколько он? Семьсот, семьсот. Лучше бы не об удар молнии выпал. Сколько он стоил? Восемьсот. Прямо с завода выпал, сука. Из этой коллекции я и рассчитывал, что я поиграю на качестве. У меня будет прямо с завода из Браво коллекции, но у меня выпадет Огненный Змей прямо с завода. И эта ебать цена будет жёсткая. Блин, да, тут не подпортил, на самом деле. Ребята, вот чуток промазал чё-то сегодня гейп, но тем не менее, как бы, это близко. Это я не считаю, что тотальный фейл, поэтому у нас ещё остаётся два сундука. О, господи. Давайте я нажму использовать ключ. Опять пролетают по 90 всякие. Очень, очень много пролетает. Ну, подай там ясен, хуй. Говнище. Ну ладно, на самом деле, блин, ты был близок к Браво, могло бы вообще с какой-нибудь другой коллекции выпустить, я не знаю. Ну да, ну вот очень, очень близко было Браво. Давайте, ребят, Огненный Змей прямо отсюда выбьем или нож. Вот, ну реально, последний сундук, а почему бы и нет? Я не докрафтил, я сейчас его заберу. Давай, блин, реально, такие дорогие сундуки Браво и такое синее падают. И такое говно. Должно хотя бы что-то розовое там выпустить или фиолетовое, на самом деле. Вот, а вот и не выпало, Кирюх, вот оно и не выпало. Мы получили золотой карп, ну ничего страшного, ребята. Это было реально близко, это прямо с завода, но, блин, это не Огненный Змей. Может из-за того, что он у меня имеется, как бы в инвентаре мне посчитали, что, ну зачем, возьми этот. У тебя уже и так, типа, братан. Да, братан, типа, тебе не надо такого. Ну а мы, ребятки, зашли на форс-дроп, я закинул сегодня 4 косаря, чуть-чуть побольше, да-да-да. И что, Кирюх, ты посоветуешь мне открыть, серьёзно, вот, скажи мне. Так, ну давай попробуем открыть для начала случайный АУК. Давай... АУК? Да, там... Там единственное, что может выпасть, это Ход Рот, насколько я понимаю, и Акихабара. Акихабара, да, это самые дорогие. Но ещё, кстати, может неплохой выпасть АУК, он донированная синева, по-моему, он тоже что-то стоит. Но мне выпал АУК за 14 рублей, поэтому я больше как-то не хочу открывать АУК. Ребятки, я думаю, что вы хотите сразу открыть тайно, и я думаю, тоже хочу открыть его. И поэтому... Сразу ты решил прямо вот с порога такой вот такой... Да, и поэтому мне сейчас что-нибудь прямо не с порога, а прямо с завода должно выпасть. Прямо с завода сейчас что-нибудь... Ой, огненный... О, ё-ё-ёк! О, чувак, тебе выпал! Это не окупает, но тебе выпал второй раз за сегодня этот тыг с золотой картой, понимаешь? Ты второй раз близкий конец. Давайте, ребят, его... Я его заберу, ребят, я его на розыгрыш оставлю, пожалуй, пожалуй. Потому что я хотел тот разыграть, который я скрафтил, но как бы мне есть вариант отдать этот, потому что трейд, как бы... Ну, не надо ждать, короче, 7 дней. Это логично. Давайте, ребятки, что-нибудь еще бабахнем. Например, случайную АК. Я все-таки хочу отсюда вот этот огненный змею. Я вот так захватил его и тут нет, я не могу туда перейти. А, давай, 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 Леха. О, смотрите, огненный змей выпал, огненный змей. Эй! Ты же хотел... Опа, ну сколько стоит? 75 рублей? Не, я думал, подороже он будет, на самом деле. Фуфлищи, фуфлищи. Давайте Браво откроем, ребята. Мы же открывали сегодня. У нас сегодня уклон серии, просто это на Браво. Почему бы мне... Мы настроились сегодня на этот кейс. Да. Я заметил, что у нас тайна нам выпала из коллекции Браво. Ну, 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 статрек, слушай, здесь даже лучше выпало, чем там. Мне даже статрек там не выпало с этого дебильного кейса. И здесь он как бы стоит-то не 800 рублей, знаете ли. Да, я решил, я хочу тоже здесь, ну, разочков, боже... Ой, 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 блин, такой дорогущий, ну... Вот это вот уже как бы деньги еще вернул. Давай еще, еще разочек. Давай еще, фигать, почему бы и нет, правильно? Тоже пять разочков, чтобы хотя бы сравнить было с чем. Стой, стой, стой! Опа, а это уже кажется... Ооо... Ну что, продавать будешь? Нет, оставлю, оставлю, оставлю. Оставь. Что теперь будем? Давай еще раз, и потом уже пойдем, да. Да. Ну, слушай, вдруг, вдруг, вдруг еще повезет. Слушай, драйверовка зеркала лишь бы не выпала какая-нибудь. А давай к коллекции пооткрываем. Стой! Ооо! Близко, близко, я тебе скажу. Но я чувствовал, что пролетит, кстати. Капец, вот капец. Ну что, давай коллекции тоже. Давай коллекцию, боги монстры, мои любимые. Самую дорогую, какая здесь самая дорогая? Самая дорогая коллекция? Давай посмотрим. Мне кажется, это либо... Это офис, смотри, офис, 199 рублей. Давай офис крути. А офис, а что в нем? А вот. Снежная мгла только? Давай крути его. Дичь! Нет, подожди, снежная мгла, сколько она стоит? Нет, ну давай крути бы прикол просто так. Снежная мгла. Давай пробуем еще, пробуем еще. 57 рублей за ширпотреб. Давай еще пробуем. Самый дорогой ширпотреб, ребята, это реально шок. Давай, давай. Ты мне деньги всираешь, ты понимаешь это? Да ладно, у тебя еще два костаря целых. Давай еще один раз. Да ты издеваешься, я деньги всираю. Кирюха, не хочу. Не хочу я офис открывать, офис. Ненавижу карту, ненавижу коллекцию теперь еще. Вдобавок. Ну давай посмотрим, а вдруг синий дропонет. А вдруг, ой, снежную мглу бы. Опа! А я тебе говорил! Ой, ну блин, ну нормально. А почему я думал, что он дорогущий, там косарей 20 стоит? Нет, он... Это что, ебанутый что ли? Продать. Это, видимо, закаленка. Ну все равно неплохо. Вообще, замечательно. Может сувенирный какой-нибудь. Давай боги и монстры, вот я люблю боги и монстры. Открою. Давай. Это Лехина, кстати, любимая коллекция. Да, потому что в ней... Падение Кара, Посейдон, Медуза, Лабиринт Минотавра, Ящик Пандоры, но мы... Я в ПВ, кстати. О-о-о-о. О-о-о, ну да. Фуфлища, фуфлища. Да еще я хочу, еще я хочу. Туфли, джимичу, я айфон хочу. О, блин, там в ТМ какая-нибудь Aspire выпала, кстати. Да, да. Ты, может, скрутанешь еще тайны это? Давай, кстати. О-о-о, блин, я даже, я такой типа... Я уже все, я уже жду, Посейдон, у меня уже в голове пробегает, как я катаю катку, там у меня прямо с завода Посейдон, я раздаю с него. Все, случайная тайна, больше ничего. Давай, тайна, и мне кажется, потом мы уже пойдем по запрещенным и засекреченным. Давайте, дорогой, выпадет, тогда мы его оставим. Если дешевый, то мы продадим. Ну, это логично, если дешевле 900, 900... Ой, ну это хрень, вообще продавай сразу. Пиздец, 230. Давай запрещенное. Оно самое как бы... Ну, единственное, что остается покрутить еще. Давай, запрещенное покрутим с тобой. Крутим, крутим, запрещенное здесь, я не знаю, что может выпасть. Очень много, очень много оружия. Глок-градиент. М-ка... Глок-градиент, вот это бы было круто. Грифон, а нет, поверхностная закалка. Ну, что, оставлять будешь или что? Он в плюс или как, или не в плюс? Вроде в плюс. Да, в плюс я попробую еще. Я оставлю его, потому что у меня 5-7 скина нету, я не знаю, подумаю. Поэтому посмотрим, ребята. А пока я кручу запрещенное, и мне из него еле-еле что-то выбилось. Так, опа. Гемоглобин, что это такое? 63 рубля, жесть. Давай еще, короче, запрещенку. Да, я бы еще крутанул, потому что глок-градиент меня прям приманил, ребята. Если я выбью второй... Глок-градиент или падение кары. Не забывайте, падение кары здесь. Хроу у нас тоже нормально бы было. Да, тут много... О, да стой! Че? Чему, бля? Прямо с завода? Он прямо с завода, что ли? Ебануться! 4-100, ты его продавай лучше, или ты ее оставляешь? Конечно оставлю, бля! Сегодня у нас просто деглова серия, два этих золотого карпа. Три уже дегла, понимаешь? Три дегла, реально, вот на деглы прет, ребята, я не знаю, это жесть. Это жесть. Может еще раз попробовать все-таки? Давай еще крутой. Давай, 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 давай. Я ожидал, что она будет стоить 1900, но я покупал, помню, на торговой площадке сам лично за 1900. Думаю, ооо, деньги вернулись, хоть как... Опа! Это тоже надбет, кстати. Это плюс, продай его. Да, я продам, да, денежки немного отбили. Давай, знаешь, чуть-чуть открою? Вот Посейдон не докрутился, думаю, я М4, А4 случайно открою. Только вот что здесь может? Вой, Вой, Азимов, да, Дождь из пуль, ну так себе, Посейдончик, вот это прям, да. Ну дальше, я не знаю, здесь какие-то странные скины. Кусирка тоже на Браво нормальная. Да, здесь какие-то вообще странные скины, дальше какой-то ширпотреб идет, вообще непонятный. Король драконов, помню, когда кейс еще вышел, какой-то, Хрома-2 вроде, да? Мне на них везло, сейчас я посмотрю, это что такое? Вот что это за фуфло выпало? Что, блядь? Чего, 1700 рублей? Блядь, какого? Чего это за коллекция вообще? Откуда это оружие? Погоди, дай я сейчас посмотрю, что это за коллекция. Посмотри, что это за херня? Что это за параша, ребята? Современный, как называется? Охотник, да. Немного поношенный, посмотри, ведь скорее всего выпал. Я скажу тебе даже, что это такое. Ф4А4, современный охотник, короче, на торговой площадке. Ё-моё, если бы ты, он прямо с завода выпал, знаешь, сколько бы он стоил? 19 тысяч, чем он стоит. Чего, блядь? Это ширпотреб, это ширпотреб, он обоссальный. Я выпал, тебе знаешь, что выпало? Немного поношенный. Я бы, я уже понял, я вот боги и монстры кручу, выпал. Ящик пандоры, стой! А прямо с завода, ты понимаешь, он стоит 19 тысяч, и тебе чуть-чуть накачиваю лучше. Какой-то ширпотреб, ребята, за два косаря, ёбнется. Да ты и так уже в плюсе, блин. Калаш давайте крутанём на два... Давай еще. Нет, меньше, чем... Ну, хотя, если выпадет и продам, то можно ещё раз калаш крутануть, и на этом у меня деньги закончатся, я думаю. Калаш, да, кстати. Огненный змей не добили и... Да, не добили. Да, чёрный глянец. Замечать. Опа! Вот бэд стоит. Нет, я заберу, я заберу, я заберу. Забирай. Так, и давайте ещё напоследочек. 370 рублей, на что тебе хватает? Стой, вот давай ещё посмотрим. Так, случайная М4А4 или случайная запрещенная? Что из этого? М4А4... Запрещенная? Запрещенная, конечно. Давай, давай, давай. Я долго думал и решил, что я буду крутить запрещенное, потому что пушек очень много. Хороших, очень много плохих, очень много говёных, очень много замечательных. И упадает нам... Оооо... Что это? Продай, продай, продай эту фигню ещё раз, крутой. Ага, 230. Всё, давайте ещё раз, последочек, последочек, ребята. Последний кейс, последний кейс крутим, ребята. Всё, давай. Давай, 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 давай. Чаша! Блядь. Давай, ну-ка. Оооо, ну чё будешь с ним? Я забираю, ребятки, я забираю эти пушки. Ни хрена, блядь, тебе говно... Просто говно выпало, а стоит дохерищу. Говно, но дорогого выпало. Реально дорогого говна, вот просто бэст, ребята, за это реально лайк. Дезертыкл, пламя, это не говно, конечно. О, это я согласен, это не говно. Ну ладно, я забираю эти пушки и, в общем-то, ребятки, мы сейчас подведём итоги розыгрыша и серии. Ну а мы, ребятки, сейчас определим победителей прошлого конкурса. Конкурс у меня был на М-ку Чантикос Файр, на М-ку Рентген и на Юсп Орион. Давайте сейчас три победителя определяем и вот мы их выведили. Первый победитель у нас забирает первый скин, а последний-последний скин в розыгрыше, соответственно. А также я разыгрываю все скины, которые будут у меня в паблике, поэтому переходите по ссылке в описании и в комментариях. Участвуйте в розыгрыше. А на этом наша серия заканчивается, ребятки. Спасибо за просмотр. Всем пока.